Всем о нем. Мы этого дождались. Это называется ТикТок головного мозга. Я так давно повторяю различные челленджи из ТикТока, повторяю азиатские лайфхаки из ТикТока, и я оттягивала этот момент, чтобы самой не стать азиатской тиктокершей. Вы так просили меня, так спрашивали, ну когда же я буду в ТикТоке? И это свершилось. Сегодня я поделюсь с вами своими секретами, как можно сделать из себя тиктокершу, а конкретно азиатскую, да и неважно вообще какую. Стать популярной в ТикТок за один день, это все в этом видео, так что подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны, чтобы не пропустить хороший видос. Поставьте лайк под этим видео и давайте начинать. В своем ТикТоке я написала, я Никия, я кореянка, я говорю на русском. Это есть правда. Что я хочу сделать? Я хочу полностью перевоплотиться, снять очередной азиатский челлендж и закинуть его в ТикТок. А что должны будете делать вы? Конечно же подписаться на меня в ТикТок, поставить лайк там тому видео и попробовать закинуть его в тренды или в реки. Я вообще, честно говоря, еще не врубилась, как там все работает. Просто в один день утром я проснулась и такая думаю, я хочу снимать ТикТок. Наверное, у каждого такое раз в жизни было. На самом деле я вообще понятия не имею, как это делать нужно правильно, но я делаю вот так. Я сначала в таком своем обычном виде снимаю разные такие, ну я не знаю, приколы, типа я дурачусь и так далее. Вот так. Потом нужно взять совсем немножечко косметики, буквально чуть-чуть. Кстати, теперь на заднем фоне будет стоять не Куки, а Тата. Произошла небольшая перемена. Начали. Мне кажется, уже неплохо. Никогда не забывайте про линзы. Всегда-всегда нужно иметь линзы, если вы хотите сделать какой-то азиатский челлендж. Мне кажется, разница очень даже большая. Тональная основа идет в ход. Кстати, в этот раз я не буду делать прям уж белую-белую тональную основу. Просто возьму в тон своей кожи. Кстати, челка начинает мешать уже. Я собираюсь... Я собираюсь сделать достаточно яркий макияж, поэтому мне обязательно нужно немножко высветлить зону под глазами. И обязательно затемнить ненужные зоны, тоже нужно. Посмотрите, какое идеальное контурирование получилось. Я просто в шоке. Недостаточно того, что я отконтурировала лицо. Да, оно выглядит худее. Недостаточно того, что я похудела на 5 килограмм. Да, я выгляжу худее. Давайте-ка снова попробуем использовать вот такие полосочки для лица, которые кореянки используют. Ну и не только кореянки, а вообще в принципе азиатки. Они их используют для того, чтобы сделать себе вот такой четкий вилайн или же просто подтянуть щеки, короче, чтобы быть худой. Я их вам уже тысячу раз показывала, но тогда я их использовала неправильно. И наконец-то я научилась их использовать правильно. Берем эту полосочку, натягиваем. Точнее, клеим сначала одну сторону вот сюда, а другую сторону вот сюда. Так, что-то у меня получается, нет? О нет, что-то не получилось. Не научилась. Вы у меня тысячу раз спрашивали, где я купила такие полоски. Я их купила в Корее специально. Растягиваем. Или, по-моему, нужно было растянуть после. Давайте вот здесь вот попробуем это сделать. Натянула, заклеила. Оп! Вау! Я просто в шоке. Посмотрите, вот эта вот сторона, она, конечно, стала как-то более подтянутая, но сразу становится, знаете, такое ощущение, как будто бы ты не можешь больше разговаривать. Не имеешь на это просто права. Я ничем на ухо заклеила. Видите, они почти незаметны. Еще раз клеим, натягиваем. Давайте за ухо на этот раз. Вот здесь получше получилось. Ну, первый блин всегда комом. Брови, конечно, это важная часть тоже, потому что именно брови мне, как кажется, задают вообще настроение всему лицу. И я их накрасила, как обычно я это делаю, в принципе, в свою привычную форму. Ну, очень важный момент, нужно нанести румяна на щеки, чтобы они были, знаете, более такие детские, что ли. Я пока еще даже вот сейчас крашусь и не понимаю, какой у меня будет макияж вообще в принципе, потому что это же у нас некая такая трансформация получается. Как раз-таки эти трансформации больше всего у меня в ТикТоке и зашли. Поэтому я решила сегодня сделать очередную трансформацию. И плюс ко всему, я вам обещала, что в предыдущем видео, когда я повторяла странно-азиатский челлендж, если мы наберем 15 тысяч лайков, то такое видео я выпущу еще раз. Собственно, вот оно. И давайте попробуем под этим видео набрать 20 тысяч лайков, и тогда следующее видео с трансформацией выйдет прям сразу. Пришло время красить глаза. Это, пожалуй, самое сложное, потому что здесь я хочу максимально увеличить глаза, максимально сделать их, знаете, такими круглыми, большими. Не знаю, насколько хорошо это у меня получится. Посмотрите, какие у меня идеальные стрелки. Мне кажется, таких идеальных стрелок у меня не было и вообще никогда. А как только ты собираешься делать какой-нибудь азиатский вирусный макияж, так сразу стрелки получаются вот прям... Никогда не умела так делать. Напишите в комментариях, вы умеете щелкать пальцами? Теперь нужно накрасить ресницы или же их нужно наклеить. И я как раз-таки для этого взяла здесь... У меня очень много есть накладных ресниц. Они как раз-таки идеально подойдут. Но, блин, мне так нравятся сегодняшние стрелки, вот реально. Обалдеть! Посмотрите, какие шикарные ресницы. Они так, ну, как бы натурально смотрятся, но они такие драматические. И глаза сразу, мне кажется, стали в три раза больше. Но при этом они такие пушистые, такие классные. Я прям в шоке. Так, ну давайте теперь накрасим губы и пойдем снимать наш тикток с вами. Не знаю, как вам, но мне очень даже нравится результат. Кстати, я сюда лампу поставила, чтобы был такой более, знаете, не знаю, розовый свет, что ли. Но вот так вот вы можете видеть вообще, в принципе, весь мой образ в настоящих цветах. Что я вам хочу сказать? Что макияж мне очень даже понравился. И мне захотелось добавить каких-то, именно, знаете, таких ярких элементов. Поэтому я надела блестящие платья, большие сережки. Все, что было, короче, все нацепила, как сорока. Вблизи покажу вам макияж. Что ж, пока вот эти полосочки держатся. И я вам хочу сказать, что их практически не видно. То есть только если вы действительно будете засматриваться мне вот сюда, вот за уши, тогда вы сможете понять, что, конечно, я что-то налепила. А так, в принципе, все выглядит довольно-таки неплохо. И мне кажется, что лицо реально стало намного V-образнее, как у Тихена почти. А теперь настало время сделать ТикТок. То есть до и после. Я использую всегда самую обычную камеру. Ну, либо же через приложение Сноу. Всегда по-разному. Но мне кажется, что если я снимаю просто через обычную камеру, тогда получается как-то натуральнее, что ли. И потом я все это отдельно склеиваю. И вот, что в итоге получается. Ну что, друзья, напишите внизу в комментариях, понравился ли вам такой формат видео. Если понравился, то давайте наберем под этим видео 20 тысяч пальчиков вверх. И тогда следующее видео я сниму еще с каким-нибудь челленджем или же преображением. Короче, все по вашим запросам. Все как вы любите. И также не забывайте подписываться на меня в ТикТок теперь уже. Потому что, да, это событие главное пока что в 2020 году. Я появилась в ТикТоке. Кстати, в ТикТок, мне кажется, больше заходят именно такие азиатские макияжи. Или же какие-нибудь трешовые, нежели чем просто какие-то макияжи. Ну, это только мои такие наблюдения. Потому что вот это видео с носиком у меня очень хорошо зашло. Так что буду вас всех там ждать. Обязательно оставляйте свои комментарии. Я все-все читаю. Увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok